Из большой линейки краснодарских сортов, самую большую урожайность у нас показывают сорта полукарлики интенсивного типа. На высоком агрофоне мы стараемся это дело все проводить, и вот именно сорта полукарлик у нас показывает максимальную продуктивность и урожайность. Хочу сказать, что сегодня ученые предлагают не просто сорт, который можно взять и получить, нет, сорту должна предлагаться полностью силикон-технология. Дудерина Борисовна выступала и рассказывала каждому сорту свое питание, свои сроки, свои агротехнологические моменты. Каждое хозяйство расположено в разных очень акклиматических условиях, обладает разным потенциалом агротехническим, и поэтому нужно очень серьезно подходить к другому сорту, чтобы иметь максимально высокую рентабельность. Это наш многолюбимый и уважаемый содугром, не знаю, как бы, вот мы его три раза там защищали, и в прошлом году сложилось так, что он впервые за много лет, а мы его съем с 2012 года, начали его внедрять и высевать на больших площадях, тогда он еще не поражался, не болел, не поражался, чем сейчас он, к сожалению, природа не стоит на месте, появились новые расы, цепляет на себя все, и даже при трехкратной он не стоит на защите, он великого же ординала, хотя портлеем почти 15 лет. А так у него, конечно, 76 центров по сравнению с новыми новинками, топами, сортами, он очень сильно уступил. Но это этот 23-й год, как будет все вести до счета, пока неизвестно. Значит, хотел отметить, что в прошлом году была большая проблема в олегане, значит, сортол, даже короткостепельные, с пшеницей в олегах. В нашем хозяйстве такой проблемы не было, все было к борке, значит, для прямого комбинирования довольно благоприятно. Некоторые там участки, где-то уладили Сапороса, в Большом Петродуе, ветролома, значит, были завалены. В принципе, так посевы все и на Тимирязевке, и на Полукавликах были, значит, прямостоячие, по головам, где бы не было. Подготовку урожая, закладку урожая осуществляется, значит, в нашем хозяйстве, планируется, значит, на будущий год с осени. Выбираются площадя предшественники, выбираем, значит, лучшие предшественники для самых интенсивных сортов. Идет закладка урожая будущего, формирование, значит, большого запаса питательных пищевых, то есть по фосфору минимум мы даем это, если брать по физике МОПОС, это 150-200 килограмм, и минимум 100-150 килограмм сульфатамония с осени для азотного осеннего питания. Уже давайте об этом процентов 30-35 запланированного азота с осени. Большое внимание уделяем протравителям, читаем белким шрифтом внизу, что протравитель работает 2-3-4 недели, и ищем тот, который написан до конца опущения. То есть разница в цене небольшая, но в период защитного действия у современных фунгицидных топовых протравителей разный, двойной, а то и тройной. Сегодня у нас зимы мягкие, оттепели, пшеница вегетирует, растет и болеет уже зимой, когда мы ничего не можем сделать, и значение выбора протравителя очень важно в хозяйственной деятельности. По всей площади используется осеницидный протравитель, потому что вред, который мы привыкли считать отружилицы, злаковые муки, которые по всем предшественникам, на порах, вредят намного больше и сильнее. Но это как бы дань и поверхностной обработки, и отказу от сжигания растительных остатков, ну, как есть на сегодня. Поэтому ситицидный составляющий наших протравителей – это обязательная компонент. По осеннему развитию пшеницы стараемся получить свои временные условия, хотя бывало получали мы и после Нового года, это у нас не зависит. Сеялка осенная стараемся выбирать с наиболее меньшим междурядьем. Идеально, конечно, 7-8, как говорят, включенных сантиметров, но минимальное, что у нас есть, это 15,5 сантиметров междурядья у Сеева. Хочу сказать, что плотный зеленый стебельской растений испаряет влаги намного меньше, чем черная земля, но сейчас с междурядьями 19-21 сантиметра, или там есть апологетты вообще по 30 сантиметров междурядья сеют. Там, как бы, каждый сантиметр, если мы считаем междурядье лишнего, это 0,7, а то и центр урожая. Поэтому меньше междурядья, более правильная расстановка площади питания у растений выше урожая. На весну хочу сказать, что вот, смотри, слайды, так оно и есть в нашей жизни. Пшеница растет, вегетирует всю зиму. Не только вегетирует, но ведет все полные циклы жизнедеятельности. Не только сама зима, но и вся микробиота. Поэтому есть и пернафороз, и начальность момента септериоза проглядывается уже сейчас, особенно у вас в Краснодаре, у нас такие есть моменты. И я уже говорил немножко раньше, что момент выбора отравителя очень важен. Особенно по колоссовому предшественнику, где большое количество салонистых остатков, нужно на этом деле не экономить. По весенним подкормкам. Многие лекторы выступают. У нас в Ростовской области Ирина Борисовна сейчас выступала. Вот по базам кормить строго фазу. Как бы да, все это понятно. Но это не всегда выполнимо нами хозяйственниками. Почему? Я постараюсь украситься. 200 тысяч человек не хватает в сельском хозяйстве. Как сказала Оксана Лукомова, замминистра, нет работников, не хватает людей. Прибыль из сельского хозяйства выбывается в виде всяких утилизборов. 70% нашего прибыли забирается пошлиной, 450 с килограммом пшеницы. Поэтому ту технику, которая могла бы нам позволить в 3-5 дней закончить быстро весенние подкормки, поймать погоду того количества людей, его просто нет. Поэтому мы подстраиваемся под свои моменты. Кому надо съедать свеклу, кому надо делать что. Не забываем о том, что у нас почвы очень не глинистые, непромывные. Тот азот, который мы внесли сейчас, никуда он не денется. Поэтому мы кормим. Похоже будут другие виды работ. Нужно сейчас кормить. Пшеница вегетирует, захотет закладка колоса, впущение. Поэтому, быть может, да, рановато. Но складываем наш азот, как в холодильник. Далеко он никуда не убежит. Опустится 15-20-30 сантиметров. Корневой системе азимой пшеницы он доступен. Подойдет еще один момент. Там 2-3 недели пройдет. Будем кормить еще раз. Не будем смотреть на базу развития пшеницы. Почему? Вот Ирина Борисовна, значит, она обратила наше внимание на то, что очень своевременно вторая подкормка. Иначе произойдет сброс продуктивных побегов, и мы потеряем урожайности. Да, это все так. Но это как бы у науки можно сделать, отметить. Это у нас, хозяйственников, мы ловим погоду, даже успеть под дождь, под росу, под снег. Какие-то там, допустим, свои моменты. Потому что Петр Петрович не пришел. У него, ну, пробился, у Ивана Ивановича колесо упало, не смог поехать. И мы не успели. Поэтому стараемся ловить погоду, по погоде вносить. А чтобы не было сброса продуктивной слепестой, у нас, агрономов, есть другие, значит, хорошие варианты сохранения его. Это литературданты. То, бишь, в работу весной фонгицидами, ой, с инсектицидами и гербицидами. Нужно обязательно добавлять литературданты даже на сортах полукавлика. Даже вот генетически созданные, искусственные вот эти сорта, азима, пшеницы, полукавлики, высокоустойчив к полиганию, на высоком агрофоне, отзываются положительно на весенние литературдантов и дают прибавку урожая. Сохраняя плотный стебель стоя, то есть мы тормозим главный стебель, боковые, вторичные, третичные, там, пятого порядка побег, он приобретает дополнительные силы, корневая система работает, качает, главный стебель тормозится, получается больше шансов у побегов третьего, пятого порядка. То есть он становится, допустим, полноценным и формирует нормальный голос. Таким образом, мы в производстве стараемся нарастить плотный стебель стоя, о котором Елена Борисовна многократно говорила. Хочу отметить, что работа с ретардантами, там очень много препаратов. Важно отмечать и забывать про температурный режим. При 10 градусах, допустим, 1,5 литра СССР будет работать так же, как при 12-14 градусах будет работать уже литр. То есть смотрим по погоде, выбираем нормы, прекрасно со всем мешается и с кассом, и с гербицидами. То есть очень-очень активный инструмент. На современном этапе химики шагу очень далеко вперед. Есть уже просвертие он кальция, торговая марка, по-моему, Миссидор. Он более эффективный, более расширенной работы. Хотел бы сказать, что вот именно ретардантами, в частности, хорби-норкалидом, всем нашим старым препаратом известным, да, сейчас очень много аналогов, там и Редит, там и Стабилан, и Центурион. Можно именно регулировать продуктивную пустисность. Таким образом, если мы видим, что мы и откормились все, да, как бы, но вот язотная подкормка нам стимулировала хищение, но мы чуть-чуть не дотягиваем, хотим больше. Отработайте раньше, просто чуть раньше, чем обычно, как только там обыскните по ледкулю 0,7 хорби-норкалидодати 75%, вы увидите прибавку продуктивного хищения, опять-таки, только из-за того, что тормозите главные степли, и просыпаются спящие почки, минимум от 1-х побег на растение вы добавили к такой обработке. Если отработать из кассов, то эффективность, как бы, будет более стабильна. По выбору гербицидов, весеннюю обработку, конечно, правильно, Ирина Брисовна, значит, обращала внимание, что скороспивость рта нужно обработать в первую очередь, потому что есть гербицидный стресс, и кроме этого, хотел бы отметить, что очень важно подбирать именно гербицид. Значит, на основе декамбы 2,4-D весной мы не применяем, потому что, в любом случае, это гормоналка, которая у пшеницы вызывает стресс, и я это отмечал много раз на «Опытном поле», потому что, как бы, там разные группы спелости сорта, и именно на скороспилках видишь вот этот гербицидный стресс, когда выбираешь средний, как бы так, срок внесения, получается поздним еще рано, средним пора уже, а скороспилка, может, как бы, познавана. И вот я замечал, что именно гербональные препараты вызывают большой гербицидный стресс именно на скороспилках сорта. Поэтому, исходя из своих собственных шишек, эти препараты мы вообще исключили из линей применяемых в хозяйстве. Работаем только с Ларславом, все поднем очевидный. Значит, жесткие 2,4-D препараты, даже, хотя и эфиры, их там позиционируют вроде бы как мягкие. Мы вообще из нашей работы, из нашей технической карты исключили. Биариса мутировала после препараты, и уже легкие переграды не берут, только системные. Системные работаем средние максимальные дозы, никаких половинных доз, как Ирина Борисовна, потому что это просто вызывает гербональные насекомых. Обязательная работа по полосу, зля, бывает, и 2, и 3, и 4 регенерации за сезон, поэтому с этим насекомых надо превентивно работать. От клопа черепашки практически уже все избавились, в полях его практически уже нет, очень редко встречаешь, работают все. В фазу калашения отрабатывается, выбирается сбросный клоп, если плата просто нет. По работе по флаговому листу и по полосу выбираем фунгициды с положительными видами действия. Есть пузыревоопасные предшественники, такие вот, как, допустим, тукуруза, разверно, колоссовые, неустойчивая сорта. Конечно, самая главная большая заслуга в борьбе с этим страшным заболеванием, что есть, это селекция, это наши генетики. Мы, хозяйственники, можем только лишь использовать три препарата СДВ, метконозол, протиконозол и типконозол, у которых эффективность от 60 до 70 процентов и не более. Дорогой марки вы сами знаете, я назвал просто ДВ. Поэтому постраковываться в полное калашение, начало цветения вот этими препаратами в максимальной дозе, помогает сохранить и даже на твердой пшенице, которая неустойчива к пузырю заколоса, агрессивный болит, значит, до 75-80 процентов урожая. Эти моменты надо помнить, применять. Ну, хотел бы сказать, что на сегодняшний день вот интересная ситуация складывается. Вроде бы мы себе говорили, качественная шеница, качественная. У нас вот в хозяйстве пшеница 14,5, протеи 14,9, мы сдавали, да. Большая проблема с резиденцией такой пшеницы. Она просто не нужна. С Нового года с большим трудом продал там небольшую партию, потому что барж нет под этого качества пшеницы. Во всяком случае, у нас в Ростовской области, у нас в Азов, в Ростов. Нет барж, нет приемки. Крупнейшая компания, и метро, и риф. Ну, риф берет все, но там приезжаешь в Сокотройку, уезжаешь в Четверкой. Поэтому мы туда заезжаем, дело на нас, выезжаем дальше. Получается так. Слушая шкрейлеров, востребован на мировом рынке 12,5-13 км протеин, высокое качество облачивать, никто не хочет. Смысл о его выращивании под вопросом. Вроде бы есть большая ценовая билка между фуражом и высоким протеином около 4 рублей. Но опять-таки вот с избытом большая проблема. С твердым шеницем в нашем хозяйстве тоже зависло. Неинтересное решение Минсельхоза, закрыть экспорт. Наша пшеница на макароны не нужна. Там на севере свои пшеницы, в очень большом предостатке. Звонил я в Алашову, Саратову. У нас своей полно. Мы не знаем, куда вам вашу девать. Ждите, откроется экспорт, потом будет торговать. Вы южные районы, вы экспортно-ориентированы. У вас не про качество, стекловидность не та. Ну и все остальное. Ваш 16,5 протеин на твердой пшенице, он как будто похвольный, но он нам тоже не нужен. Вот интересная ситуация под твердой пшеницей. Хотелось увидеть, что сорта новые, полукавлики, они не только технологичны. Значит, выращивание их нужно соблюдать полностью целиком, технологию рекомендованную авторами, селекционерами, но они и удобны нам, хозяйственникам, в выращивании, в уборке и в ретабельности. То есть это сорта, которые максимально дают отдачу. Отдачу.